Всем привет, с вами Простак, а сегодня мы проверим недохайкера, который рассказывает нам, как можно абсолютно бесплатно получить любую игру в Steam. Как всегда, заходим в браузер, и вот это вот. Прошли недохакер, если ты вдруг его не смотрел, то как всегда в подсказочке есть ссылочка на него. Там есть ссылочки на разные штучки, так что переходи и смотри. Только после того, как я закончу смотреть этот ролик. А мы долго не тянем, и погнали к сегодняшнему недохакеру. И вот у меня такое ощущение, что этот ролик сделан специально для меня. Я не проверял, вроде как он из группы ВКонтакте. Большое спасибо всем, кто скидывает ролики. Смотрите-ка, тут есть читы, еще читы, еще читы, еще читы. Мы же проверим вот этот ролик. Тут можно даже снять Вакбана. Кстати, анонсики. Следующий ролик будет про снятие Вакбана, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Ладно, хватит отвлекаться, погнали скорее проверять. Так, у нас ролик сегодня походу с музыкой, поэтому мы можем спокойно ускорить 2х. Все, что нужно знать, это то, что... Какое классно, что нужно быть на странице игры во время взлома. Так, я так тебя, ага. Значит, нам нужен Steam и приложение Steam Hack. Осуждаю на всякий случай все хаки, я только проверяю. Не баньте, пожалуйста. Давайте сразу скачаем Steam, чтобы потом не вошкаться с этим. Ребят, мы уже проверили десятки YouTube роликов с халявой, которые оказались фейковыми, но на днях со мной поделились очень крутым телеграм-каналом с реальной халявой, и я хочу рассказать о нем вам. Дело в том, что бывшие сотрудники Макдональдс, Иви, Спотифай и других крупных компаний объединились и собрали более 5000 служебных промокодов, благодаря которым вы можете получить игры на халяву, покушать в Маке или же KFC за 1 рубль, получить пожизненную подписку на Спотифай, YouTube премиум, кинопоиск, бесплатно заказать такси и многие другие ресурсы. Вчера я сам получил YouTube премиум на халяву и на 100% убедился в том, что это работает, но теперь самое крутое. Я договорился с администраторами и они выдали доступ для моих подписчиков, переходя в описание и пользуйся промокодами в телеграм-канале Сезон Халявы совершенно бесплатно. У меня в принципе есть догадочка, как нас будут пытаться разводить. Я уже несколько раз рассказывал про эти способы, как всегда в подсказках будут ссылочки на них, когда мы пытались что-то получить, какие-то файлы там скачивали, указывали ссылки на них. Сразу же давайте зайдем на мою почту. Так, мы на моей почте, на которую вы постоянно пишете. Пожалуйста, не надо так больше делать, надо скрыть, заблюрить все, чтобы вы мне не писали. Здесь вписываем Steam, восстановление пароля 23 августа. Это совсем недавно было, кстати, 3 дня назад. Ладно, возможно у нас все-таки есть аккаунт, потому что мне казалось, что у нас его взломали и забрали. Через эту почту прошел уже не один аккаунт для Steam. Так, ладно, пока все скачивается, погнали дальше смотреть. Нам нужен сам Steam и вот эта программа. Значит, нам нужно открыть. Он обратно вернулся в Steam, закрыл, нажал расположение опять. А, и сюда закину... Короче, надо в корневую папку Steam закидывать. Не знаю, зачем он заходил в сервера и что-то там искал, потом закрывал, потом обратно заходил. Кстати, интересно, а у него есть какой-то голос в каком-то ролике? Ну, это точно не его голос. 63 просмотра, 10 минут Папа Туту. Ага, тот контент, которого мы заслуживаем. Интересно, так, с нарезок Папа Туту перешел на читы CSGO. Потом вакбаны. Мегахак! Креативность так и прет. Так, но опять-таки он без звука. Давайте откроем последний и ролик про Майнкрафт сразу после нашего. А давайте так, если вам вдруг интересно... Тут, смотрите, сколько роликов, сколько роликов на данном канале. Это последний ролик и здесь опять-таки все с музыкой. Если вам вдруг интересно, давайте на этом ролике набираем 5000 лайков. И я проверю целый канал. Весь канал вот этого недохакера. Так что, если вам вдруг интересно, жмите лайкосик и мы все проверим. О, то же самое. Майнпро. Мегахак. Майнпро. Простите, геймплей потерялся. Ха-ха-ха. Действительно. Ха-ха. Он просто сделал видео с текстом. Он нажимает... Все потерялось. Давайте это, короче, у меня тоже в роликах будет сейчас. Пропадает весь звук. Пропадает картинка и просто появляется... Текст. Дальше проверка потерялась. Ну, короче, мы проверили, это не до хакер. Ладно, пока продолжает скачиваться, я не знаю, что делать. Давайте продолжим смотреть. Значит. Он, смотрите, он открывает приложение. Ай, нет, это, извиняюсь, это... Че, я зря качаю, что ли? Я зря качаю стим? Можно было просто зайти через стим-прилож... Эй, этот, браузер. Тут еще ошибку выдала для мной. Не знаю, что произошло, что-то с инетом. Так. Попробуем войти здесь. Вписываем почту. Потом нужно скрыть. Внимание, средства поступили на мой счет. Аня, большое спасибо. Так, во. Сбросить. Нажимаем сюда. А, недохак... Ей, серьезно? Недохакерс? Вот теперь попробуем войти. Пароль я плюс-минус вспомню. Так, все, мы... Я вспомнил пароль. Сейчас придет письмо. Вписываем вот эту штучку. Отправить. Перейти. И че, а какую игру будем получать на свой аккаунт? Так, сразу же давайте зайдем. А, здесь нет моей библиотеки. Ну, давайте в профиль. Игр у меня нет. Какая-то Space War. Space War? Что? У меня нет игр. Откуда это? Че за игра? Нам нужно выбрать игру какую-нибудь. Давайте для честности выберем ту же самую игру, что у него. The Long Dark. Ну, чтобы вот 100% все как в ролике делать. Я бы, правда, Forza Horizon 5, допустим, получил. Ага, все. Это мы выбрали. Все-таки нет, Steam нужен все-таки. Он же закидывает файлы в Steam. Я что-то тупанул совсем. Тогда мы запускаем. Пытаемся войти в аккаунт. Так, все, окей. Мы зашли в Steam в браузере. Мы зашли в Steam в приложении. У нас есть все файлы. Все подгрузилось. И еще раз вот смотрим библиотека. Она пустая. Переходим тогда по ссылочке в описании. В описании. Это у нас MegaNZ. Это настоящий мега. Должна быть. Скачать. 43 килобайта. Математики. О, о, о. Ладно, я хотел провести интерактив, но мы его проводим, как всегда, в конце. Но, если вдруг кто-то хочет, подсчитайте, сколько символов в этом файле. И в конце ролика мы, естественно, сейчас зайдем и проверим. 43 килобайта. Я не помню, сколько весит один символ. Но вы-то у меня умненькие, да? Так что давайте проверим, как вы хорошо считаете. Напишите комментарий с правильным числом. Кстати, смотрите-ка, антивирусник еще возмущается, да? Мало того, что Google пытался заблокировать, еще и антивирусник. Так что 10 раз задумайтесь, прежде чем что-то скачивать. За мной вообще лучше не повторяйте. Я отбитый на голову. Качаю все подряд. Так, еще раз напоминаю. 43 килобайта. Посчитайте, сколько там символов и напишите в комментариях. Правильно мы, может быть, покажем в ролике. Да. Первый. О, давайте так. Первый правильный ответ мы покажем в комментар... В следующем ролике. Во. Все, как вам идея? Интерактив, если что, будет в конце с розыгрышем. Так, все, мы скачали какой-то файл. Но это не стимхак. Это сетап. Что-то мне подсказывает, да? Это наш любимый помощник. Или нет? Или да. Так, я не знаю, что происходит. Но что-то происходит. И почему-то... Компьютер думает. Ну, как бы... Да? Давайте еще раз запустим. Ничего не запускается. Но, скорее всего, это какой-то стиллер. А давайте попробуем открыть. Давайте запустим от имени администратора еще раз. А, кстати. Вирус тотал. Чего бы нет. Предлагайте свои варианты. Сколько вирусов, антивирусников будет жаловаться на данный файл. 38. Что написало это число? Молодец. 38. Но его уже кто-то проверял. Давайте мы еще раз проверим. На всякий случай. Так, пока идет проверочка. Я не знаю, что делать. Потому что... Мы вроде попытались открыть. Ничего не запускается. Компьютер, вот видите, немножко думает. Он... Вот, вот так. Ладно, уже все. Стим у нас запущен. Но, скорее всего, это какой-то стиллер, который просто украл... Файлы какие-то. Ну, типа, последний сохраненный темп. Папку темп может там. Почему ее нельзя... А почему этот файл нельзя открыть другими программами? Давайте попробуем RAR. Потому что, да, архиватором как может открыться. Я, кстати, помню, что я обещал купить VIN RAR. Когда-нибудь я это сделаю. Так, смотрим, кстати, Virus Total. Он до сих пор... А, вот все, 38. Как мы и думали. Как показалось с самого начала. Ничего не поменялось. Ну, я не знаю, как открывать эту программку. Она, может, как-то зашифрована. Разбирающиеся, естественно, напишут комментарии. Так что, если вам интересно, переходите в комментарии. Я просто проверяю, что... Я еще не разбираюсь ни с чем. А я с помощью VIN RAR пытался открыть. Вот он опять начинает думать. Но ничего не происходит. О! А вот и символы. Таааак. Опа! А смотрите, как много символов, кстати. Ну, это из-за того, что этот, другой... Сбитый... Я забыл, как это называется. Сбитая фигня. В нижней части вот тут на экранчике появится. Монтажер нам сделает, да ведь? Я забыл, как называется вот это сбитое что-то там. Эх, не работает. Не получится у нас все-таки получить игр бесплатно. Обновил. Обновил. И вот она уже есть. Опа! А он спалил кое-что. Тут я... А! Тут я тупанул. Вот. Внимание. Непонятно, что он тупанул. Ну, все, я думаю, уже увидели. 22 часа за последние две недели и 302 часа всего. Так, давайте у... Умедлим. Он просто не вошел. Смотрите, видите? В IT. У него аккаунт не открыт. Даже увеличивая картинку, он... Накосячил в этом. Видите? Он не вошел, поэтому у него в корзину добавляется. И типа не показывается. После этого, вот видите, он находится примерно... Его мышка находится в том месте примерно, где нужно нажать войти. Вот он туда вводит. Что-то там делает. Типа нажимает войти. Вот он вошел под собой. Его ник nbotop1. И он тут заходит. И, естественно, у него уже игра есть. Причем 302 часа уже наиграл. Ну что ж, я думаю, вы все поняли, в чем загвоздка данного ролика. Автор ролика показывает какую-то левую программу, которая не запускается у нас. Причем у нас скачался вообще какой-то сетап, а не стим-хак, как у него. Потом он заходит в браузерную версию стима, где он не зарегистрирован. После этого он входит под собой и показывает, что у него якобы получилось. Развод заключается в том, что мы скачем какой-то сетап, и непонятно, что он делает. Скорее всего, это какой-то ратник или еще что-то типа того. Так что какие-то мои данные улетели данному недохакеру. Но тут ничего нету, так что чувак-то ничего не получил. Но я проверил данного недохакера и говорю вам с уверенностью, что не надо за мной повторять. Не скачивайте, ничего не получаете. Бесплатный сыр где? Правильно, только в мышеловках запомним это выражение и всегда будем его использовать. На этом мы будем заканчивать и, как всегда, в конце проводим интерактив. Если вы вдруг не знаете, все, кто участвует в интерактиве, это получается, я задаю вопрос, а вы в комментариях отвечаете на него. Все, кто участвует в интерактиве, автоматически участвуют в розыгрыше. Так что вот эти три человечка победили в прошлом розыгрыше. Получается, они участвуют в следующем розыгрыше, который будет на стриме. Среди всех победителей этого месяца я отберу только одного, либо двух. Посмотрим, сколько у вас будет на стриме. И эти люди получат ту игру, которую они хотят. Допустим, человек пишет, я хочу GTA 5. Он получает GTA 5, я покупаю ключ и отправляю ему. Все будет максимально прозрачно и, честно, это будет на стриме на данном канале. Так, чтобы не пропустить это, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А вопросом интерактива будет, какую игру вы бы очень хотели получить в Steam? Либо какую вы игру уже получили, которую вы давно хотели? Напишите небольшую историю, не пишите одно слово, это неинтересно. Так вы, в общем, поможете мне. Ну и, естественно, другим людям тоже будет интересно. Потому что в начале ролика я показывал 12 интересных комментариев. Они были вот здесь. Если ты вдруг не заметил, то перемотай и еще раз посмотри. Там порой что-то интересное пишут. На этом мы заканчиваем. Огромное спасибо тем, кто тут смотрит до конца. Вы, мои любимые ребятки, как всегда. Ну и напишите, конечно же, слово «конец», чтобы я лайкнул ваш комментарий. И показал вас вот здесь. Смотри, они все лайкнуты. И не все написали слово «конец». Ты так же делай.